Всем привет, дорогие друзья! С вами Механик. Сегодня у нас новенькая серия City Car Driving и я решил вернуться к истокам. Решил научиться ездить, потому что в последних сериях вы часто мне пишите, что ты не умеешь ездить, ты тут того подрезал, не включил поворотник и так далее. В общем, сегодня а эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и стопроцентная гарантия. Ссылка в описании. Начинаем обучение в автошколе. С самого начала посмотрим, что из этого выльется. Так, садимся за руль и для начала нужно пристегнуть ремень. Дальше запускаем двигатель. Включаем левый поворотник. Снимаем с ручного тормоза. Сцепление у меня уже выжато. Первая передача. Все. Поехали потихонечку. Не знаю, что тут надо, какое задание выполнить в самой первой миссии, но это знаете, как будто... Я в ушей на второй. Это как будто автоинструктора посадили за руль и говорят, давай в City Car Driving. О, точно. Я сегодня сыграю роль автоинструктора в City Car Driving. Типа, ну, нормально, прикольно. Ну, то есть я должен сидеть не здесь за рулем, а я должен сидеть как дядя там справа сидят, да? Вот здесь они сидят. Так. Давай, первую передачку сделаем. Сцепление отпустил, газ нажал. Потихонечку едем. Красиво. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Кстати, а свет там они включили. Вот так вот надо было включить габаритные огни хотя бы. Так, что, тормозить вообще будем сегодня или кого? На перекрестке поверните налево. Для поворота используйте... Ладно. Налево повернуть. Хорошо. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Вообще без проблем. Так. Включите правый поворотник и остановитесь в правом краю дороги. Нейтралочка. Заглушили. Все, четко. Так, завершаем. Неплохо. Мне даже понравилось, так скажу. Сейчас посмотрим, может быть, что-то... Что-то, может быть, следующее какое-то задание будет более сложное. Змей... О, змейка. Вот это да, змейка то, что надо. Автообиль, видите, самый, что ни на есть, правильный я выбрал. Шестерочка. Чисто вот для автоинструктора самое оно. Сейчас автоинструктор-механик попробует пройти змейку здесь. Руль, конечно, у меня настроен хорошо. Для тех, кто не в курсе, это Thrustmaster T300. Механическая коробка передача Thrustmaster. Типа 8 ступеней здесь. Ну, 7 и задняя. И педали 3. Сцепление, тормоз, газ. Все дела. В общем, полная реализация автомобиля присутствует. Единственное, что не кокпит у меня, а на столе сейчас все это прикручено, потому что кокпит, ну, можно сказать, в ребилде находится. Так, сейчас посмотрим, что там за змейка такая нас ждет. Я думаю, что будет достаточно интересно. Самое главное, чтобы все получилось. В любой момент можно построить маршрут. Не надо никого маршрута, мне надо просто поехать змейку так. По сути, даже думаю, задом проеду змейку. Не знаю, есть тут такое задание или нет. Так, пристегнаем ремень. Заведом двиг... О, все. Ну, давай попробуем, сейчас посмотрим, что тут как получится у нас по этой змейке. Я думал, просто конусы будут стоять. Серьезно? Слишком легко. Для автоинструктора это слишком легко. Давай следующее задание. Потому что это вообще даже как-то неинтересно было. Хочется... Хочется следующего какого-то... Разворот. Вот, разворот. Уже может быть что-то. Особенно, если это заездом куда-нибудь задом, потом туда. Сейчас посмотрим. Я думаю, разворот будет поинтереснее, чем змейка и все это такое. Но пока вы видите, автоинструктор-механик просто вот... Вообще не видит тут проблем никаких. Все просто на ура пролетает. Надеюсь, и дальше так же будет. Так. Значит, у нас ремень. Завести ручник. Все на месте. Хорошо. Ждем. Стартуем. Да, кстати, вы можете в комментариях написать, какое из этих заданий будет максимально сложным для меня. Я тогда попробую. То есть, я, естественно, сейчас не буду все задания тут проходить. Потому что их много. Там несколько страниц. По пять на каждой странице, по-моему, и так далее, и тому подобное. Пишите самое сложное задание, которое доставит мне хлопот, доставит мне проблем и будет действительно сложным. Я постараюсь это пройти. Я что-то тут придумал, что давно я не играл в скане трак-драйвинг-симулятор. Надо будет попробовать это дело. Так. Заводим двигатель. Ремень. Где ремень? Все. Так, я включу лучше габаритки, на всякий случай. Двигайтесь по задной траектории. Ну, давай попробуем. Так. Вообще не вижу я ничего там. Так. А, он хочет, чтобы я задом еще туда дальше двигался. А зачем? Я вот развернулся уже. Че ему надо-то? Я не вижу теперь траектории этой заданной. Пипец. Зачем так было назад сдавать? Я и так развернулся спокойно просто. Просто вообще зачем это все надо было делать? Я даже хочу повторить, чтобы просто за время меньше это сделать. То есть ему надо, чтобы я именно так пристегнулся, запустил, снял. Смотрим. Тут по траектории, значит, зашел. Тормознул. Почти назад просто. Давай, давай, еще чуть-чуть. Да когда уже? А, все. Опять я затупил что-то. Ну, ладно. Ладно. Тоже супер легко было. Сейчас там какой-то перекресток, по-моему, следующий задний. Может быть, это вызовет у инструктора механика какие-то сложности. Но я сомневаюсь. Перекресток. Так. Для выполнения поражения необходимо проехать перекресток в указанном направлении, согласно требованиям ПДД, следуя сигналам светофора. Выполните это задание, чтобы получить достижение перекресток. Вообще. Просто. Слишком легко. Слишком легко для инструктора. Потому что инструктор знает все эти премудрости. На светофор выехал. Перед светофором включил поворотник. Остановился, посмотрел в обе стороны. Если там не на односторонние выезжаешь. Хотя даже если на односторонние, обязательно нужно смотреть в обе стороны. Потому что достаточно тех, кто нарушает правила, ездит по односторонней в встречном направлении. Для этого смотрим во все стороны. Убеждаемся в том, что никого нет. Выезжаем безопасно. Все. Я закончил. Давай сейчас посмотрим, что здесь такое будет. Очень долгая грузь, да. Невероятно прям. Хочется побыстрее уже как-то, чтобы оно... Ну, чтобы оно как бы... Ну, смысл в чем? Ага. Так. Пристягиваемся. Запускаем двигатель. Состояночки. Ближний свет фар. Ну, ладно. Так, а куда мне тут надо? Прямо же просто проехать нужно? Ну... Никого нет, смотрим. Пам-пам. Никого нет. Это... Это слишком легко. Я даже, наверное, еще гараж сделаю. Вот последнее задание Дэн тоже сделаю. Потому что... Ну, слишком это как-то вообще. Че такое? Че за задание? Я думал, что-то, ну, сложное будет. А это вообще... Просто. Для автоинструктора-механика нет ничего невозможного. Просто нет. Вообще ничего. Слишком легко. Очень просто. Делаю все по красоте. Так. Гараж я включил, да? Надеюсь. Надеюсь, что гараж... Давай. Давай. Я верю. Все получится. Но. Давай. Быстрее давай. Не, ну тут вообще... Тут не сдал 100% уже, потому что слишком долго думал. Вот надо было, в принципе, занести. О! Все. Пристегни. Заведи. Сними с тормоза. Тут фара уже требует включить. Так. Двигайтесь по задной траектории. Ну, давай посмотрим. Так. Задняя передачка. Еще можно. Еще. Так. На стояночный тормоз. Снимаем со стояночного. Выезжаем из бокса. Все. Вообще супер просто. Короче. Это задание для дилетантов. Слишком простые. Вообще без проблем я их решил. Все эти проехал просто вот. Все пять, шесть, пять. Пять вот этих штук. Все сделал легко и просто. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. И в комментариях пишите, что мне попробовать пройти. Может какую-нибудь спецподготовку? Короче, пишите. Будет интересно почитать. А на этом все. Всем пока.